Леночка, а куда ты идёшь? Пальше. Мне только выбралось номер, а здесь я иду, Пальше. Либо хоть снег, дорогой братик. Я приехала и покажу, что вы номер. Да, подвисает, кстати, телефон. Братик, такой снегопад, капец какой-то. Вообще, ну посмотрите, как красиво. Какой-то день вам покажу, потому что, чтобы вы понимали, я вообще приехала сюда, не знаю, когда, а не выходила с номер. И мне купили билет, боже, я доберусь в Киево, слава. Лиська, музыка в Карпатах. Чё ты робишь земною, сорока? Чё ты робишь, Донбасс? Земною. Депрессия проходит. Не дотрон, бляд. Боже, такая музыка в Карпатах, в Украине. Так гарно, дорогие братья, дуже гарно. А земною буду мылый. И знаете, вот что я вспомнила, я пересмотрела видео, что изначально я шла к Роману Гриценко на проект. Да, у меня даже видео-визитка есть. Мы с ним, когда он был еще на проекте, разговаривали на эту тему. И он на январе возвращается. Понимается, что он в январе возвращается на Дом-2. И он, кстати, хотел безумно стать ведущим. Всё, я возвращаюсь на Дом-2 январе. Я вот проситься от сорока забываю, больше не унижаюсь. И Гриценко вам... Просто там была заварушка тогда с Бузова, и вышло так, что я... Мне пришлось в избежание подать заявку. Но вообще изначально я Гриценко скидывала Дом-2. И было бы прикольно, чтобы я вернулась в январе на проект Дом-2. И это было... Так я накрасилась, как кошечка. Расскажу вам. Я реально скидывала заявку Рома Гриценко. И шла к нему, и безумно хотела к нему, потому что это мой типаж мужчина, он безумно красивый. По-воду Артёма, я вообще не знаю. Мне кажется, что это была привязанность, и у меня мама Дом-2... Теперь понимаю, что... Слава Богу, что меня мама спасла Дом-2. Отправили домой, потому что действительно, я сотрю сейчас эфиры. Господи, моё моральное состояние было как у психбольной истерички. Это ужас. Возможно, он Маргариту любит, возможно, он другую девочку любит. Маленькую, как мне сказала гадалка, которая гадала. Я не знаю, кого он... Ну, блин, моё моральное состояние, это было капец. И вообще, реально, оно и круто. То есть, я вернулась в январе и Риценко, и мы бы стали парой. Я посмотрела один фильм, называется «Молодость». И там про певца, который имел, что унижал свою жену и дарил цветок. И про дочку. И я просто сейчас... Я решила забывать Артёма, потому что он меня обижал. Сижу, сижу, кушаю вкусную баранину. Думаю, созвонилась, писалась, точнее, «Дом-2». Думаю, что хочу январе вернуться. И я не знаю, узнала то, что Риценко возвращается, и вот подумала, что он может. Фильм «Молодость», и там девочка рассказывает там про музыканты, но вообще, короче, я не знаю, я бы это увидела и поняла. Скину вам завтра видео, там, где заявку, да, Риценко давала. И, знаете, мне кажется, он будет был красивее, ведущая его ежа. Сегодня последняя ночь в Карпатах. Завтра я уже улетаю, ой, уезжаю. Открываю свой офис. Я не отдался, открываю, открываю только нам. Очень много планов от Наполеона. Может, в недворе я вернусь на Дом-2. Становлена после «Дом-2». Сегодня писала, главное, что благодарна за проект, потому что мы теперь понимаем, что несчастье в наркотиках, несчастье в гульнефти, в дискотеках, в алкоголе, а счастье только в семье, в целях, в достижении цели. Так что вот так. Магнат Славин. Не знаю, кто это, но это типа диджей, который меня не включает, Артему Сарову, дай мне огня. Вот видите, как относятся к Леночке в Украине. О, вот, вот, поведение. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok